Валерий Константинович, доброго вечера. Подложение нашего разговора об отрывании корневой шейки абрикоса. Это важнейший вопрос, ребята. Мне нравится, что у нас совсем другой уровень. Латинков Юрий Алексеевич, царство имени небеса. Как он говорил? Ваш сайт, но он имел ввиду сайт, а это фактически приложение к сайту. Так же? Вот этот канал. Он самый интеллектуальный в России. Мне это сказал человек. Человек один из нескольких, которые со времен Мичурина равны Мичурину. Для меня его мнение стоит столько. Это невероятно какая-то. Что это самое интеллектуальное получается. Еще и удивляться. Сейчас будем разбираться. Посмотрите, вот человек не просто, да нет, пошел нафиг. Помните анекдот? Он глубже копает. При посадке саженцев с немного оголенными корнями не произойдет ли регенерация ткани, открытой части корня, ткань типа корневой шейки. Что сделает все операции в бессмысленной. То есть, понимаете как? Вот человек посадил. Я перевожу, наверное, на это. Попроще. Вот. Эта фотография сделана недалеко. Вот. Нет. Я могу ошибиться. Может прислали. А может в моем саду. Это часто случается. Посадил на холм. Там, может быть, ливневый дождь. Размыло. Показались корни. Все бывает. Но, скорее всего, он не мой. Потому что нет пятнышка. А может с твоей стороны. Ну, факт то, что вот что есть, то есть. Итак. Смотрите. Вот. Слово какое. Открыто части корня. Ткань по типу корневой шейки. То есть, прошло время. Вот. И. Вот. Оно как бы заматерело. Корни оказались снаружи. У них произошла. Как слово-то интересное. Регенерация ткани. Так вот. Я считаю, что полная регенерация ткани. Что якобы теперь это будет корневая шейка. Вот на этом уровне. Дерево приспособится. И будет прекрасно существовать. Этого до конца никогда не произойдет. Никогда. Это мой ответ. Вот. Зам наблюдения. Ну, 37 лет. Из них 30 активных. Повторяю. 30 саженцев. Я же. Чтобы вырастить. Надо посадить. Я же ничего не выдумываю. Вот. И такие случаи у меня случались. Постоянно. Доткнул. Побежал. Побежал. Я не хвастаюсь этим. Я просто. Сам факт что. На все не хватало времени. И я заметил разницу. Когда оголили скорби. Отстают в развитии. Полтора. Два раза. То есть. Не погибают. А что им погибать? Да. По науке. А науке я уважаю. То есть. Если вот эта часть выдержит до 40. Так. Это видимо прививка. Вот это. А вот это по двое. А корневая шейка где-то. Вот тут вот. Скорее всего. Или даже вот тут вот. То есть. Прививка могла бы сделана прямо в корневую шейку. А. Это место оголилось. Но оно под снегом. И ничего страшного вроде не произошло. Но однажды. Когда ударят морозы. А у нас как-то было до нового года. Минус 40. А земля черная. И такой год был. Вот тут. Никогда до конца. Вот эта часть не станет корневой шейкой. То есть. Она не переместится сюда. Где приспособиться. И дерево. Скорее всего погибнет. Или будет болеть. Уже то. Что с самого начала. Оно начинает отставать в развитии. Очень сильно. Да. Перестраивается. Да. Его корежит. Да. Хочет. Быть. Вот эта часть. Хочет стать штамбан. И станет. Или погибнет. То есть. Мой ответ такой. Да. В общем. В принципе. Я все сказал. Вот. То есть. Корневой шейкой. Она не станет. Так. Пойдем дальше. На всякий случай. Я подобрал несколько фотографий. Я не хочу быть голословным. Посмотрите. Вот этот саженец. Был посажен. Ну. Скажем так. Мягко не аккуратно. Мне его прислали. Я не помню комментарий к нему. Но я вижу. Что. Вот этот корень. Или это. Пуповина. Она должна быть под землей. И. Вот тут может. Вылезти следующий саженец. Может быть. Может. Это просто не аккуратно. Закопанный корень. Один из боковых корней. Но. Сам факт. Что. Дерево живо. Оно не обязательно погибнет. Для того. Чтобы. Сделать снимок. Кто-то разгреб снег. Второй вопрос. При. Использовании. Побегов. От корневой порции. Внимание. Все наоборот. Где корневая шейка. Может быть. Значительно. Заглублена. Какие свойства. У нее. Получается. Если. Тоже. Выпливает. То. Не выкопанная. И поднятая. При пересадке. Она погибнет весной. Скорее. Все. Тут. Так. Вопрос. А. Ну. Да. Так. Получается. Как. Ваш опыт. Показывает. Вот. Она. Если. Погибнет. То не весной. А. Скорее всего. Она погибнет. В любое время гниет. Когда. Влаго. То есть. Когда. Она. Земля вокруг. Не влажная. Не обязательно. Речь идет о весне. Это может быть. Даже среди зимы. Вы знаете. Я. До сих пор. Не могу. Забыть. Это письмо. Новосибирская область. Ну. Куда уж. Холодней. Метр снега. Минус 40. Снег раскопал. Говорит. Это там в этом. Вода стоит. Вы представляете. Могло быть такое. Так. Ну-ка. Что-то мне не нравится. Когда. Чет. Пищит этот компьютер. Надеюсь. Ничего не случилось. И меня слышно. То есть. Метр снега. Минус 40. А там. Вообще не замерзла. Ну. Как я понимаю. Часто случается такое. Минус 40. Еще не факт. Что зима. Метр снега. Не факт. Что зима. Упал снег. На. Непромершую почву. Так она. А по снегам. Тепло. Так она. Осталась. Непромершая. Поэтому корневая шейка может погибнуть. Когда захочет. Если она заглублена. Вот. Ваш опыт показывает. Да. Мой опыт так показывает. Твои несколько фотографий. Во-первых. Я беру шею. Мне один раз задали этот вопрос. Здесь он фактически тоже подразумевается. Дело в том. Что есть корневые отводки. Это наше спасение. Я беру 5 основных. Видов деревьев. Наших садах. Главные. Из них. Абрикос. И груша. Имеют генетическую расположенность. Сухим. Местам. С глубоким залеганием воды. До воды доберутся. Засух не боятся. И растут как ничем не баллы. Есть особенности. Помните я говорил. Это уже потом. Даже уже надоел. Некоторым из вас. Слива. Вишни. Яблони. И дают корневые отводки. Их место было. Генетически расположиться. Генетически привыкнуть. Генетически. Так сказать. Устаканивать. Чтобы это понятие. Когда. Вместо того. Чтобы погибнуть. Дать отводок в бок. И пусть даже дерево. Даже сеть. Даже понесло его ураганом. Косточка. Не неудобное место. До воды метр два. Вот она растет. Растет. Бах. Ей пора помирать. Сержневой корень. Он есть у всех. Я показывал. Есть. И даже у яблони. Сержневой корень есть. И у слив есть. И у вишни есть. Но дерево хитрое. Оно раз. И вылезло в отток. Это часть дерева. Это не какое-то материнное дерево. Это часть дерева. Оно пошло вширь. И вот так. И вот теперь посмотрите. Вот это все отводки. Видите? Дальше я сниму. Это все отводки. Выпиленные мной вишней. Вишня погибла не случайно. Ее расхламило урожаем. Это надо было видеть. Да вы видели. Показывал фотографию. Ее разломило вот так. Вот так. Вот так. Вот. Выпилил. Смотрите сколько его замен растет. Вот эти корни. Теперь вопрос. Корневые шейки есть у сеянцев. Тогда вопрос. Где корневая шейка у этого? А она зараза будет 30-40 лет жить? Так. Корневый отводок. Не сеянца. И не сгнивает. Значит у нее тоже подобие корневой шейки есть. Давайте посмотрим. Я это практически. Смотрите как вопрос стоит. Не выкопанная и поднятая предпересадка на погибнике и стоит. У меня таких вопросов. Так как я много статей и много фильмов. Я беру количество. Посмотр мало. Я счет пошел на сотни, на тысячи. И получаю довольно много недоуменных вопросов. А что же мне бедному делать-то? Я уже посадил заглублением их. Корневая заглублена. То есть я и так заглубил, думал лучше расти будет. Понимаете логика? Поглубже закопаю. И она будет лучше расти. Ну, примерно как помидоры поглублю закапывают. Понятно. И что мне теперь делать? Осаженцы. Если год, я говорю, ну пересаживайте. Второй вариант. Там отвезти воду. А вдруг склон есть. Канавку прокопать. А если ничего этого нет, ну пересаживайте 35 лет. А некоторых есть крайность. Сейчас я вам покажу эту крайность. Вы поймете, для чего я нужен. И где моя государственная премия. Смотрите. Это показывает свои фирменные фотографии. Видите? Вызовете? Вызовете? Вот. А, кстати. Вот еще выкопали. А это корневой отводок. С ним проще. Как он есть, так и посадил. Тут помечать, где корневая шейка, и не надо. То есть, она и так вопиет. Вот она, вот она. Зато теперь. Прошло время. Привили. И продаем. Кто должен знать? А ведь, посмотрите. Вот ком земли. А здесь нету ком земли. Вот. Как садить? А для этого вот это вот. И вот это вот. Видите? И это продавал. Я, допустим, помечая, где юг-север, рассказывая. Сергей памятку кладет, посылку. У кого память плохая, памятка. Вот. И заодно это есть пусть условная корневая шейка, но когда посажена вот так или вот так, вот видите, вот так. Она никогда не сгниет. И альтернативу сейчас все покажу. Ну, начали. Вот это вишня. Тоже. Видите, как они спасаются? Казалось бы, вот это самое, абрикосы. Помните, там, дядя Ваня, зло происходит. Посадил, у него до воды и сам написал 78 сантиметров. Так? 78 до воды. И он угробил абрикосы, считая, что ему это, что мы виноваты Сергеем. А вишнему посадил. Я ей хоть бы хны. Здорово. А это хоть бы хны. И вот, наконец, к нам поступают. Ведь, когда вы задали вопрос, вы же не определяли. А речь идет о сеянцах. Раз. О корневых отводках. Мы только сейчас проходили. Сеянцы, да? Вот. Вот это корневые отводки. И, наконец, палки в отсутой земле под названием, с красивым названием. Карликовая подвой. Для этого берется палка, втыкается в землю. И она бросает корнями. Так. Потом делается прививка. Вот она, прививка. Прививку, скорее всего, делали за столом. Никто же, как мы, не калечит колени. Согласны? То не 90%, что делали за столом, а 100% делали за столом. Потом естественно, что в этой палке никогда не было и не будет. И никогда у нее не появится никакие генеративные, никакой генерации, никакой генетики, не появится корневая шейка. Что получается? Посадили. Я задним словом, что тут догадаться-то? Посадили, и мы имеем внимание, еще его не продали. Еще, а это же саженец, купленный Сергеем, ее прислали с Крыма. Так? С Крыма. Вот эту дрянь прислали. И еще он у них рос, а уже гнил. Почему? Как правило, это нам достается на орехи нам, потребителям. Сергею нужно было вот эту вот мяточку отрезать и привить. Почему? Помните розмарин, то есть вот, это хитрость наша, кулатская. А сам он начал гнить, посаженного поглубже. Для них понятия уже никакого нет. Понимаете, тут посади вот так, у него все равно нет корневой шейки, но просто кусок палки. Надо было на улице срезать и сейчас вам показать эту палку. Просто кусок палки. Нет корневой шейки поменят и быть не может. И вот тут-то, в отличие от вот этих самых, эти не сгнивают. Если вот, посмотрите, вот так посажены, они не сгнивают. Поэтому мы метку делаем. А здесь что? Все, ребята, прислали урода, прислали, он сам по себе урод, еще искалеченного урода, наверное, смерть, подлость несусветная. Вот это есть наша система. Опять же говорю, давайте сами, ребята, давайте сами выращивать. Но почему я показал? Итак, три варианта. Сенис посадишь по этой черточке, где корневая шейка, сто лет проживет, образно сто лет проживет, значит, закопаешь поглубже, яблоня может сгнить через 20-30 лет, сейчас покажу. вишня и слива тоже могут продолжать жить, а груша и абрикос сгниют. А если корни слегка оголенные, как правило, выживают, но перестраиваются, тут вы правы, вот тут, конечно, перестройка происходит, вынужденная и неполноценная. Бесежная зима, оголенные корни могут сильно больше ораться, тут минус 40 выдерживают, а ниже 10-20, это научная цифра. корни даже самых крепких растений выдерживают 10-20. Им судьба жить под землей, день теплее. Если нетронутый дерн, нетронутая снег, помните, нетронутая слоя парфи листвы. Ну и наконец, заканчиваем этот разговор. Я не могу короче, я должен разобраться до конца. Ребята, нас мало, мы в терняшках. Дело в том, что когда-то это все войдет в книги, другой агротехники не будет никогда. Путин побывал в это, сколько прошло, когда нас впервые ввели санкции, Путин сказал, будем выращивать сами. И поехал на Кубань. и его угощали отравлены яблоки. Вот такие вот показывали. Больше ничего не показывали. У меня было как. Сейчас, одну секунду. Все-таки клуб хорошо. А у нас нужно почему-то сейчас. Все равно не дождались. угощали травы яблоки. У меня лучшие годы, когда я зарабатывал славу. Сейчас не я, Сергей тем более не делал. Нравится и так купил. Но я зарабатывал славу как. Отошли абрикосы, отошли крупноплодные сливы. А еще за зимовремя есть, едут покупатели. А тогда осень из машин была. Сейчас тишина. При мне как-то один из выходных полная тишина. Вообще деградация полная. Интерес пропал 100%. 98%. Что я делал? Как я славу зарабатывал? У меня фотографии есть. Значит яблонями и грушами угощаю. Конечно. Вот такими вот. Понятно. Вот. жигулевские у меня жигулевские где-то у меня жигулевские. Ой, у меня хвастался. Вот такие вот были еще полтора раза крупнее. И я угощал яблонями грушами сладчайшими. Но у меня стояли банки с закатками. Тогда на рынках как сейчас вот этих вот до 140 грамм слив вот таких вот не было. Это сейчас завалено. Сейчас в сельских магазинах это все лежит. Самое смешное что раньше сельчане сады выращивали при царе. А теперь мы интеллигенция выращиваем. Инженеры. Вот. Какие-то металлоги. Помните выражение? Сейчас мы выращиваем. И вот я брал самые сборные фрукты и трех литровые банки литровые всякие. У меня фотографии есть, и статьях это есть. Приезжают бах баночку открывают. Когда они пробовали вот такие вот вкуснючие компоты невероятно. Да в них они по секрету только никому не рассказывают. Они еще в банках разбухают. Получаются такие огромные плоды. Вы бы видели это я с коллегами говорю будущими торговцами саженцем. Правильно? Торговцами саженцем. Они все так разбухнут. Из банки не вылазят. Вы бы это видели. Какая там реклама больше нужна? Любые деньги платили. Ну и вот значит заканчив этот разговор. То есть надо иметь возможность одновременно угощать всем что есть. вот и ой я сейчас опять отвлекусь как я ездил по Уралу и как меня выдернули с поезда и что там творилось ладно в одном из вебинаров было пропускаю смотрите при получая вот эту фотографию вот так целиком вот так вместе с текстом важнейший момент времени на все меньше мы с женой поняли что сделали ошибку заглубив саженец я вам показывал фотографии но показал мельком там время наше стекло а сейчас нормально теперь делаем работу над ошибкой то есть они признают что сделали ошибку заглубив саженец интересно где эти темиря когда они хоть на это насчет этих выпускников хоть хоть кто-то сады умел выращивать вопрос как поступать с этим саженцем на фото я почему кстати отвлекся потому что так и пишут закапывайте поплевку и закапывайте восплевки будут лишние корни и вот они откопали на 8 сантиметров саженец и спрашивают а еще осень фотографии мне нравится я потом включу в очередную книгу спасибо вам это для меня подарок и мы не можем понять этот подвой чтобы найти корни в шейку корни сейчас идут я понимаю спривое и это плохо что делать лучше с этим саженцем и вот давайте внимательно рассмотрим и так получилось как явно видно что вот это вот свежие корни не продажные корни в начале саженец был закопан выше прививки то есть где-то так вот 80 вот то что видите вот 80 вот вот где-то здесь он был закопан дальше они поняли что сделали ошибку наверное благодаря мне вот и докопали до сих пор что они видят они видят корни на это самое новодел то есть они образовались уже после посадки саженца вот явно что место прививки если это ну как сказать привитый саженец ну похоже что да привитый вот как раз вот это есть место прививки зацепили землей выше и саженец начал выпустил из-за декор значит ниже получается им теперь мой же совет даю это совет это спрашив совета у меня копает надо копать дальше до корней ну уже видели сколько разных корней мы с вами видели вот например до корней и тогда будет видно что корневая шейка а где там корни вот еще 5 сантиметров непонятно вот и где-то между как-то умудриться понять чтобы спасти саженец сейчас поймете в чем самый главный смысл нашего разговора дело в том что удастся угадать или даже чуть больше раскопать помните закопанный сгнивает выше шейки а если ниже шейки а голено ведь корень это не только уже вот эти а еще часть подземного штамбика он тоже корень имеет штамбик обычно вот такой ну можно опять вернуться опять рассмотреть подробнее но вы уже поняли и угадали допустим или даже чуть-чуть больше оголили чтобы не гнило вот это место и будем надеяться да вот эти вот корни обречены к сожалению альтернатива закопать обратно корни дал живой но дело в том что это не просто саженец это черешня если вы живете а где вы живете а тут не написано тут не написано если вы живете в средней полосе этого достаточно чтобы замерз чтобы черешня замерзла почему черешня должна быть не просто привита а на высокой кипаной как правило это вишня мы можем надеяться что саженец вы раздобыли в хорошем питомнике настоящие что смеетесь а вдруг еще есть такие и и тогда важнее выбор такой закопали глубже но при этом случится страшное подвой вот эта часть еще не корни он под землей сгниет если вот так вернуть как было эти корни будут кормить саженец но подвой морозной сгниет сто процентов то что у него вот эта часть должна быть снаружи у подвое скорее всего это вишня а может быть и черешня снаружи окажется под землей и сгниет и вот эти корни еще знаете почему благодаря на века хорошо поливали иначе бы они долго бы образовывались и так сначала альтернатива закопали назад вернули как было саженец живой но морозок если не хватает второй вариант еще дальше копнуть угадать где корневая шейка и пусть растет а это пусть засыкает не смертельно а нет не так оба варианта смертельные ну вы же испортили саженец ну что теперь скажешь ну я бы оставил естественно то есть поискал бы корневую шейку но после этой раскопки саженец окажется в ямке теперь надо отсюда отводить воду надо пошире развернуть в общем создали вы себе головной боль а это полтора часа а это саженцы сделали мною иду себе мимо никому не мешаю Сергей саженцы выкопал для того чтобы паковать посылки вот это выглядит главное не забыть пятнышки пятнышки вот это очень важно вот а вот это и смех и грех сделать через забор у меня исчезли вот кто помнит год два назад мы с вами давно общаемся многим постоянно помните год два назад я у одного соседа показал он когда купил на рынке саженцы прошло на память года 3-4 они примерно вот такие как этот вот я на 9 долго сдавался почему потому что рядом растут абрикосы однолетние сеяться в них было некуда девать надо было пролетить я ему 5 сельцев посадил они заплодоносили это уже ну вот посмотрите на свой потолок выше его прошло 5 лет на тот момент меньше 4 и одновременно посаженные рыночки были у меня есть фотографии просто надо найти как года 2-3 назад в общем вот примерно такие вот сейчас прошли годы а я же их фотографирую а где они а их уже и нету то есть были выброшены кучу денег я показывал фотографии штук 10-12 вновь все рублей на 500 короче если пенсионер то полпенсии подарил и вот это вот у нас забор так вот так идут эти как получается два соседа вот я вот так вот а тут два соседа а этот сосед селева вот и я балдею где-то купил боже мой второй год смеяться сколько можно это верить этим самым сколько можно молиться вот на этого дрянь как вот просвещение должно быть конечно в школе но никогда не будет все раз говорю одно из итогов выборов все останется как было все останется в школе в школе в школе